Мэр Магадана, музыканты муниципального оркестра, представители городской общественной палаты. И все они в костюмах Дедов Морозов. Несколько десятков русских санд прошли от городского парка до театральной площади, создавая взрослым и детям новогоднее настроение. Оркестр исполнил популярные новогодние композиции. А у театра уже все магаданцы, которые пришли на праздник, дружно крикнули «Елочка, гори!». После зажжения огней губернатор Колымы Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан поздравили всех с наступающим. А сегодня мы поздравили магаданцев с наступающим Новым годом, дали им шанс хорошо подготовиться. Вот елка зажжения здесь – это старт подготовки к Новому году. Подарки, продукты, уборка – все для того, чтобы Новый год встретить хорошие семейные компании. И надеемся на то, что 2021 год будет годом здоровья для россиян. С наступающим всех Новым годом! Также жители областного центра с наступающим поздравили член Общественной палаты города Магадана Олег Дудник и директор комбината зеленого хозяйства Алексей Гаврилов. Дед Мороз от Общественной палаты города Магадана тоже присоединяется к многочисленным поздравлениям магаданцев с наступающим Новым годом. Уверен, что в 2021 году все будет лучше. Готовились мы очень усиленно. Наш снежок наконец-то порадовал. Он пришел, а то мы страдали, что не получится горки, не получится красивые деревья и скульптуры. Но он пришел, и мы справились со снегопадами на улице и смогли, в принципе, привести все места массового встречания Нового года в надлежащее состояние. Будем их украшивать еще и дальше. За оставшиеся две недели осталось привести небольшие нюансы, где-то скорректировать, отработать, украсить еще некоторые горки, подровнять. И встретим наконец-то 2021 год, проводим старый. И все у нас будет прекрасно и замечательно в Новом году. Для всех посетителей площади в окнах театра артисты показали оригинальное выступление. По словам сотрудников учреждения, без зрителя работать невозможно. Из-за пандемии театр долгое время был закрыт. И тут выход был найден. Если магаданцы не могут зайти в зал, чтобы посмотреть представление, нужно показать его снаружи. Зажигательный танец исполнили под песню про Колыму собственного сочинения. С чего все началось? Началось давным-давно, когда уже из года в год стали понимать, что нет песни региональной новогодней, колымской новогодней. Нет. То есть есть масса песен на Новом годе, о празднике, о Рождестве. Но нет такой, чтобы на наших колымских морозах нужно было танцевать, и чтобы там был в тексте наш любимый магадан, наша родная Колыма. Решили этот пробел восполнить. Песня задумалась как лирическая, получился настоящий рок-н-ролл. Надеюсь, что скоро во всех домах города и области она зазвучит в новогоднюю ночь. После торжественной части для магаданцев на сцене исполнили песни и танцы творческие коллективы города. Сказочные герои раздавали детям сладости. Завершился праздник дружным хороводом вокруг зеленой красавицы и ярким салютом. Глава муниципалитета Юрий Гришан и президент Магаданской федерации бадминтона Виктор Медведев подписали соглашение о социальном партнерстве. Благодаря нему в школах областного центра на уроках физкультуры появится бадминтон. Федерация бадминтона решила вовлечь в этот процесс школы города Магадана через четвертый урок физкультуры. Для этого они сегодня передали наборы бадминтонного инвентаря, сетки, валаны. И в том числе и предлагают услуги тренингско-преподавательского состава Федерации бадминтона Магаданской области. Этому было посвящено сегодняшнее подписание соглашения о социальном партнерстве между мэрией города Магадана и Федерацией бадминтона Магаданской области. Бадминтон начал развиваться еще в Советском Союзе с 1961 года. В 1992-м вид спорта включили в программу Олимпийских игр. По словам специалистов, после этого бадминтон стал еще популярнее по всему миру. С момента возникновения и до сегодняшнего дня в игре изменились правила, стали лучше площадки и инвентарь. Он является одним из видов спорта, который входит в программу подготовки космонавтов. Что на удивление, да, вроде как бы для чего? А вот для того, чтобы развивать именно эти качества – быстрота мышления, реакция, координация. В бадминтон играют по всей России. Магадан не стал исключением. В областном центре Колымы этот вид спорта начал развиваться с 2017 года. Изначально определенного места для занятий не было, да и тренировались по-любительски. Однако сейчас все изменилось. Со спортсменами работают профессиональные тренеры и многократные чемпионы России. Есть результаты. Наши спортсмены в ноябре этого года участвовали во всероссийских соревнованиях и заняли третье место в парном разряде. Поэтому то соглашение, которое мы сегодня подписали по развитию и популяризации бадминтона, безусловно, увеличивает массовость занимающихся. Специалисты готовы проводить открытые уроки для учеников школ, их родителей, а также мастер-классы для тренеров. Одна из главных программ – бадминтон и зрение. По словам экспертов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Родителям с детьми после обращения к лечащему врачу выдадут направление на занятия бадминтоном. На прошедших выходных в Магадане состоялось открытие нового центра дополнительного образования «Братина». В нем представлено много развивающих направлений. Это музей живой истории Средневековья и Великой Отечественной войны, спортивные секции по общей физической подготовке, страйкболу, историческому средневековому бою и также новое туристическое направление. Работу с ребятами центр начнет с января 2021 года. Он будет открыт для всех магаданцев, желающих глубже погрузиться в историю. На торжественном мероприятии мэр Магадана Юрий Гришан перерезал символическую красную ленту и пожелал сотрудникам учреждения плодотворной деятельности. Я хочу вам пожелать, чтобы все планы свершились здесь. Это только начало. Я прошел по кабинетам, еще придется очень много заниматься как и обустройством помещения, но самое главное это содержание вашей работы, те цели и задачи, которые вы ставите во главу угла своей образовательной деятельности каждый день. Поэтому это важно, что мы еще и заканчиваем год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы. И вот сейчас кадры идут. И я вам хочу сказать, что вот сейчас мы с Никишовым переговорили, что надо больше интегрироваться с военно-историческим обществом. В центре Братина появилась и возможность прикоснуться к истории в буквальном смысле. Сотрудники учреждения представили гостям на открытии проект своей организации, который посвящен Алсибу. Также они рассказали, почему центр назвали Братиной и в чем его преимущество. Центр дополнительного образования носит символичное название Братина, потому что мы сотрудничаем с общественной организацией Братина, поэтому часть центра занимают они, мы очень этому рады. Будет развиваться историческое направление, но также здесь будет работать педагог детско-юношеского центра, который будет развивать туризм. Это туристическое направление, совместно с Братиной сотрудничать, конечно, поэтому мы очень рады этому событию, что сегодня в нашем детском-юношеском центре открывается еще один, десятый центр дополнительного образования. Преимущество детско-юношеского центра Братина в том, что в нем открыты новые направления, отметили его сотрудники. Например, туристическое, в рамках которого ребят будут обучать подготовки к походам, играм и краеведению. Также педагоги центра научат детей ставить палатку и расскажут о том, как выжить в лесу. 22 декабря Пенсионному фонду России исполнится 30 лет. Чем живет ПФР сейчас, как помогают жителям страны и чего сотрудники организации ждут от 2021 года? Об этом рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светлана Короненко. Эта дата актуальна и важна, я думаю, не только для сотрудников Пенсионного фонда, потому что, например, на нашей территории мы поддерживаем жизнедеятельность, обеспечиваем ее, выплачиваем пенсию практически третьей части населения на территории нашего региона и в стране в целом. Это также. То есть деятельность фонда, она касается, ну, в сегодняшней ситуации, она практически от рождения и до завершения жизненного пути человека. Мы с НИЛС и выдаем, как только родился ребенок, мы его уже присваиваем. Тот же материнский капитал, молодые семьи, да, те же инвалиды, люди становятся инвалидами в любом возрасте, это может случиться. Пользуясь случаем, я поздравляю своих коллег с этим праздником, особенно тех, кто отдал системе много лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова